Мы продолжаем наблюдать за ситуацией в китайской столице. За минувшие сутки там выявили 25 новых случаев COVID-19. Из них 18 в административном районе Фэнтай, где расположен сельскохозяйственный рынок Синьфади. Всего же за 8 дней число инфицированных в Пекине выросло до 183. Более миллиона жителей уже сдали тест на COVID-19. На прямой связи со студией наш собственный корреспондент в Поднебесной Ботагос Сыргабаева. Ботагос, здравствуйте. Расскажите о ситуации в Пекине. Собираются ли закрывать город на карантин? Здравствуйте, Марат. Коронавирус почти отрезал Пекин от остального Китая. В столице сейчас насчитывается 8 очагов группового заражения. Все они связаны с рынком Синьфади. Здесь закупались представители других рынков, рестораны, а также обычные жители. Как раз один из ресторанов и стал очагом инфекции. Один из его работников регулярно закупался на рынке Синьфади и от него вирус перешел к коллегам. Заболели всего 7 сотрудников. Что касается передвижения граждан по стране, то жители районов, признанных зонами высокой и средней эпидемиологической угрозы, не могут покидать пределы Пекина. На сегодняшний день это более 50 микрорайонов. Остальным жителям также не рекомендуют покидать город без острой необходимости. Если все же нужно выехать, то следует заранее сдать тест на COVID-19. По официальным данным, в двух аэропортах столицы отменили около половины рейсов. Ограничения действуют на выезд из города на автомобилях и автобусах. Люди могут сдать билеты на самолеты и поезда без штрафов. Три категории горожан не могут покидать пределы Пекина. Это подтвержденные предполагаемые случаи, близкие контакты больных, бессимптомные пациенты и люди с повышенной температурой тела. Все посещавшие рынок симфодии, либо близкие контакты сотрудников и посетители рынка с 30 мая, а также жители районов высокой и средней эпидемиологической угрозы. Всем остальным не рекомендуется покидать город без необходимости. Те лица, кому нужно выехать, должны иметь при себе отрицательный тест на нуклеиновые кислоты, сделанные в течение 7 дней. Однако это не означает, что город закрыт на карантин. Пока изолируют только отдельные жилые районы. Но вспышка в Пекине уже задела и другие регионы. К примеру, локальные случаи в провинциях Хэбэй, Ляонин и Сычуань также относят к рынку синьфодии. В основном это поставщики, живущие в тех провинциях. Со своей стороны, другие города Китая отреагировали на ситуацию в столице. Шанхай требует от пребывающих из зон высокого риска изоляции в специализированных местах в течение 14 дней и сдачи двух тестов на COVID-19. Из зон средней угрозы регистрации в городе в течение 12 часов. Также появились новые данные в исследовании генома вируса. По мнению замдиректора Китайского института по контролю и профилактике вирусных заболеваний Джао Юна, вирус пришел из Европы, но он старше нынешнего европейского вируса. Эти предварительные результаты говорят о том, что вирус появился на рынке раньше, чем его обнаружили. Ранее другой эксперт также высказывал мысль о том, что вирус в Пекине появился не в начале июня и в конце мая, как предполагали раньше, а на месяц ранее. В целом же специалисты говорят о том, что ситуация в Пекине находится под контролем. Я могу точно сказать, что вспышка в Пекине находится под контролем. Моя позиция основана на наших исследованиях. Мы проанализировали даты начала болезни 21 подтвержденного больного в среду и выяснили, что у многих из них первые симптомы проявились несколько дней назад. Между инфицированием и проявлением симптомов проходит определенное время. И мы сделали вывод, что в основном все они были инфицированы до 12 июня. Несмотря на столь оптимистичные высказывания, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время еще будут выявлять больных с COVID-19, что доказывают сегодняшние цифры. Но в целом, по их мнению, принимаемые в Пекине меры своевременные и эффективные. А мы продолжаем отслеживать ситуацию с COVID-19 в столице Поднебесной. И пока у меня вся информация к этому часу. Марат. Спасибо. Ботагост Саргабаева с последней информацией о новой вспышке коронавируса в китайской столице.